Приветствую вас, мои дорогие! Вы на канале Жанны Фетисовой. И я продолжаю искать для себя и для вас интересные варианты подарков на Новый год. Сейчас я хочу показать вам то интересное, что я нашла. В Москве, еще в некоторых городах России, открылась сеть вот таких вот интересных магазинов. Шрейбер. В этих магазинах продаются очень выгодные канцтовары, а также различные подарки и какие-то украшения, резиночки, расчесочки. В общем, галантерия, канцелярия и очень много товара для творчества, для детей, для взрослых. Сейчас кое-что я вам покажу, и вы поймете, насколько низкие цены в этих магазинах. Вот такие вот замечательные косметички, кошелечки. Смотрите, какая красота. Вот такие кошки. Там есть с совершенно другими рисунками, с другими мотивами. Они очень все хорошо, очень качественно выполнены. Здесь подкладка. И следующий вариант. Я взяла две одинаковые. Уж очень мне понравилось. Одну для себя, одну в подарок. Это вот такие вот кошелечки-косметички. Смотрите, какая маленькая. Она войдет совершенно в любую малюсенькую дамскую сумочку. Здесь еще можно прикрепить ключи, флешку, фонарик. В общем, все, что угодно. Это колечко. Конечно, внутри чуть-чуть поскромнее такая вот отделочка. Торчат какие-то маленькие ниточки. Но я думаю, ничего страшного. Просто возьму зажигалку и обполю их. В принципе, все внутри аккуратно, прошито красиво. Вот такая красота. Знаете, сколько это стоит? По 50 рублей. Ребята, я нашла второй фикс прайс. Если вы живете в тех городах, где вот эти штучки продаются, я очень вам советую зайти. И там гораздо интереснее товара, чем фикс прайс. Обратите на это внимание. В общем, ребята, ну красота же. Вот подарок туда даже положить можно. Смотрите, можно, например, положить туда какую-то заколочку. В общем, все, что угодно, вплоть до денег. Даже подарить, если вы дарите на день рождения, на Новый год кому-то деньги. Ну, смотрите, просто красота. На все возможные контакты я вам оставлю. Думаю, что вы найдете по названию в своем городе, есть ли у вас такой магазин. В следующий момент я просто была в шоке от таких цен, я не видела, честно говоря, давно. Это записная книжка, малышка абсолютная. Давайте одну вам открою. Итак, смотрите, здесь кнопочка, все рабочее, все хорошее. И вот такая малюсенькая книжечка с вами. Здесь русский алфавит, полностью умещается в плюс. Тут маленькая-маленькая ручка. Это очень здорово. Смотрите, как удобно. То есть можно брать с собой. Знаете, сколько это стоит? 30 рублей. Ребята, это все так красиво, аккуратненько сделано. И в основном это не Китай. В общем, я вам все контакты оставлю. Следующее, что я приобрела, это вот такие вот шикарные, красивейшие магнитные закладки. Вот такая вот голографическая штучка. Внутри проклеены магниты. Это такой плотный-плотный картон. Он ламинированный сверху с голографической наклеечкой. И сквозь тонкие листики книги или какой-то тетради, если вам удобно, некоторые в ежедневник такие захлопывают. Вы можете ее использовать. Давайте испытаем ее на моем ежедневнике. Надеваем ее на листик. И она захлопывается. Смотрите, как здорово. Она прекрасно держится. Вы можете ее сделать вот так повыше, чтобы ее было видно. И вот так это выглядит. По-моему, здорово. Набор магнитных закладок стоит всего лишь 30 рублей. Следующее, что я приобрела, это вот такие вот резиночки, пружинки. Мы уже их использовали. Я их уже попробовала. Да, они удобные, они хорошие. Четыре вот такие вот резинки стоят 30 рублей. Смотрите, какие там изящные заколочки. Есть очень красивые. Есть без блесток, есть с блестками. В общем, есть разные. Я взяла одну на подарок. Она автоматическая. Она хорошо работает. И стоимость вот такой красивой изящной заколочки 40 рублей. В других магазинах украшений я видела такие заколки по 150-200 и более рублей. Я сняла маленькое видео, когда находилась вот в этом магазине. И хочу сейчас вам показать, что там есть еще, но так буквально немного. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Сегодня я прошлась по некоторым магазинам. Хотела приобрести какие-то вещи для себя, может быть, для мужа, для дочки, если что-то такое интересное найду. И я зашла в магазин «Оджи». Называют его по-разному. Вот так вот. «Оджи», «Оги». Я знаю, что эти магазины есть во многих городах. Моей целью было найти что-то, ну, свеженькое такое, из теплых вещей для нас на зиму. Для себя, к сожалению, ничего не смогла найти, потому что там продаются теперь вот такие вот кофточки с узенькими-усенькими рукавчиками. Коротенькие, маленькие. И да, есть большие размеры, но кофточки настолько короткие, просто до пупка. Зато я нашла очень неплохой свитер для мужа. Он темно-темно-синий, как вы видите. И у него очень интересная обработка плеча. Вот видите, такая лапшой. Мне очень понравилась эта идея. Этот же самый мотив, узор, он повторяется на рукаве. Размерчики там хорошие есть для взрослых мужчин. Но в основном, конечно, маленькие, но поискать можно. Значит, этот размер XXL. Сейчас там скидка, как ни странно, почему-то только на мужские вещи. Значит, здесь была скидка 29%. Хлопок 50% и ПАМ 50%. ПАМ это что? Я не помню, честно говоря. Полистер, да, или что это? В общем, вещь неплохая. Он такой тянется. Ну, то есть такой, видите, цвет нейтральный. Качество, мне кажется, неплохое. На половину хлопок вообще замечательно. Можно ходить на работу, и жарко не будет в машине. Следующий магазин, в который я дошла, магазин Остин. В женском отделе обнаружила все то же самое, что в магазине вот же коротенькие-коротенькие свитерочки, малюсенькие рукавчики, совершенно несерьезные какие-то мотивы, зайчики и мишки. В общем, теперь эти два магазина превратились в какие-то детские магазины. Ну, конечно, может быть, подросткам это и понравится, но цены-то там не подростковые, как вы понимаете, совершенно. Однако и там я умудрилась найти что-то интересное для себя. Как вы думаете, где можно найти классическую одежду, при условии, что там продается только подростковая? Конечно же, в мужском отделе. Шемпер, который сейчас на мне, из мужского отдела. Вы не поверите, но он абсолютно такой же, как и в женском отделе. Абсолютно, один в один я сравнила. Только в женском отделе неинтересные абсолютно расцветки. И вот такие же вот кофточки, только очень короткие, вот до талии. Как вы относитесь к этой укороченной моде, мне, честно говоря, это не нужно и не идет, не всем это идет, конечно. Нужно быть очень-очень худым, чтобы открывать живот, ну, на мой взгляд. Размер у него L, то есть это 50-52 примерно размер, 1359 рублей. В магазине Остин есть система лояльности клиентов, то есть на карточке у меня были уже какие-то баллы, мне еще сделали скидку. На этом я не остановилась и нашла вот такой шикарный, шикарный шарфик, который очень подходит, кстати, в тон вот к этой кофточке. Она, как вы видите, темно-темно-буклажанового цвета. Меланж получается. Смотрите, какая у него красивая вязка, как у свитера. Мне очень нравятся такие вот вязки. Получился целый комплект. Такой вот шарфик стоил 999 рублей. Такая же там была шапочка и такие же очень милые, кстати, варежки. Цвет называется винный, акрил и полиэстер. Вот, это были все мои покупки вещей. Я еще зашла, конечно же, в магазин Геттуаль. Там, обратите внимание, сейчас 50% скидки, и это реальные скидки. То есть, как маркетолог говорю вам, обычно они завышают цену и потом занижают ее, делая какую-то скидку, но якобы была скидка. Нет, я действительно проверила цены. До этого я заходила туда и приобретала кое-что, как вы знаете. Так что, сейчас самое время покупать люкс для тех, кто давно-давно мечтал. Теперь это можно делать. Конечно же, я кое-что купила, но об этом в следующем нашем ролике. У меня за спиной стоит картина, которую я никак не могу оформить в рамочку. Эту картину привез муж из Амстердама. И вот до сих пор я ищу для нее такую нестандартную размера рамку. Она не совсем стандартная и ничего, честно говоря, не подходит. Она уже в паспарту, как вы видите. И если вы знаете, где можно приобрести вот такую вот рамочку, нестандартную, то расскажите мне, пожалуйста, естественно, бюджетный вариант. Никакие варианты рамки для картины по стоимости бриллиантов я не рассматриваю. Что ж, друзья, спасибо большое, что вы были со мной. Я надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Жмите колокольчик вот здесь наверху для того, чтобы не пропускать мои новые видео. Сейчас я буду много снимать видео о подарках для Нового года, так что ждите, ждите новинки. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!